Всем привет, друзья! В эфире программа «Разговор за». И касаться он будет сегодня очень актуальной темы – блогерство в профессии. В гостях нашей программы творческий, талантливый человек, настоящая звезда Тимур Халиулин. Тимур, здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о ваших социальных сетях, о том, чем вы делитесь со своими подписчиками и поклонниками. Скажите, основная активность у вас в какой сети? Основная активность у меня в сети Facebook, но все сети у меня взаимосвязаны между собой, поэтому все, что есть в Facebook, конечно, у меня также отражено и в Instagram, и в ВКонтакте, ну и даже больше немного в Одноклассниках и в Твиттере в том числе. Даже там, то есть вы на все площадки сразу дублируете посты? Стараюсь, чтобы всю аудиторию мог захватить всех возрастов и направленностей. Тимур, вам 100% не нужно никакое продвижение, вас все любят и уважают и знают не только у нас в Белгороде, но за пределами даже страны. Для чего вам вести ваши блоги? Ну, для меня это прежде всего способ самому себе сделать отчет о том, что я сделал и о том, как, что прошло. Это способ поделиться своими эмоциями, впечатлениями, потому что я зачастую путешествую один, и мне просто необходимо иногда выплеснуть свою энергию, которую я получаю от новых мест, от новых событий. И интернет помогает мне потом в будущем как дневник. Глядя на то, что произошло и опубликовано, я вспоминаю и как бы заново переживаю все эти впечатления. То есть вы вдохновляетесь даже сами, как фотоальбом, да? Да. Посмотрев, сколько всего сделано. Я вам даже больше скажу, раньше, до появления Фейсбука в моей жизни, я все вел в старинном виде. У меня несколько томов, дневников. И потом Фейсбук и Контакт уже полностью вычислили этот стиль, но это было. А как рождаются ваши посты? Какие-то заготовки у вас есть? Или это все спонтанно, по наитию, по душе? Вот как и все самое прекрасное в этой жизни, оно все обычно рождается спонтанно. Ничего нельзя запланировать, все всегда должно быть живым и отражать что-то актуальное, что-то злободневное. Так и в моей жизни в интернете я никогда не скажу, что я планирую посты, никогда не скажу, что я специально придумываю, как это преподнести. Все рождается напрямую в связи с жизнью. Какое-то радостное событие, победы я не жду, сразу публикую, не откладываю. Какое-то путешествие, также я пытаюсь в режиме онлайн сразу отразить то, что я вижу сейчас. Это знаете, чем ценно? И чем ценно именно для меня, как музыканта? Ведь музыка, это и есть то же, что я пытаюсь сделать в социальных сетях. Музыка рождается на ваших глазах. Музыку мы слышим в концертном зале в сию секунду. И каждый раз она будет разной, в зависимости от настроения в публике, от настроения у музыканта, от того, что окружает нас всех в жизни. А как реагируют ваши подписчики, если вы пост выставили? Какая активность? Комментируют, лайкают? Как вы? Оцениваете, читаете комментарии вообще? Скажу честно, я практически ни одного комментария не пропускаю в интернете. Да, это занимает очень много времени. И я знаю, наверное, у вас так же, когда вы с утра встаете, вы берете телефон и в течение часа еще проводите в кровати порой, чтобы ответить на все, проверить, поделиться и какие-то получить рекомендации. Интернет для меня важен ведь не только, чтобы комментарии и по хвальбу послушать, критика тоже присутствует. Есть, даже бывают, когда такие комментарии? Есть, конструктивные, конструктивные. Это очень ценно для музыканта. Позволяет все время быть на волне, никогда не углубляться только в что-то узкое и только в хвалебное. Поэтому все это очень помогает мне в творчестве действительно. А вот если ругают в комментариях, как вы реагируете? Я вот очень плохо переношу критику. Конечно, я переживаю, да. Но в основном это, я бы не назвал даже словом «ругань». Это конструктивная критика. Это когда говорят, нам очень понравилось, но было бы здорово, если бы вы добавили… Вот это, да? И так далее. Такие советы, рекомендации очень помогают. Многие мои программы родились благодаря интернету. Я не преувеличиваю нисколько. Только что отгремела программа «Рок на органе» и будет еще повторяться. Это полностью результат работы с интернетом. Программа, если точнее сказать, называется буквально «От барокко до рока». По мнению Тимура Халиулина, Джон Леннон, Фредди Меркьюри и музыканты Deep Purple, в своих композициях использовали классическую форму черты эпохи барокко. Я не специалист в музыке рок-направления. И честно скажу, что в консерватории изучал только классику. Но именно благодаря активности белгородцев и моих подписчиков в интернете, я узнал очень много нового для себя. Послушал группу Queen, Aria, Deep Purple, Procal Harum. И вот все эти программы, все эти произведения, которые мне посоветовали, попали в программу «Рок на органе». Так же было когда-то с саундтреками. После концертов люди впечатленные пишут свои пожелания и оставляют какие-то предложения, которые можно было бы исполнить. Так родилась еще одна программа «Саундтреки на органе». В общем, получается, что орган, интернет, рок-музыка, современные течения – все оказываются в одном русле, и объединяющим звеном становится социальная сеть. Да, то есть здесь можно напрямую вам в комментариях, в директ сообщить о том, что бы интересного можно было придумать. А вы как творческий человек уже доработаете и что-то интересное создастся. Потому что орган – такой классический инструмент. У вас получается преподнести белгородцам и всему миру показать этот инструмент с другой стороны. Вот где вы вдохновились вот именно таким подходом? Орган – это инструмент очень многогранный, но очень неразвитый в России. В том смысле, что его очень многие воспринимают традиционно как инструмент церковного богослужения, как инструмент сугубо академический, старинный, серьезный. И вот мне захотелось показать уж все богатство, которое в этом инструменте заложено. И пусть это может показаться кому-то академически настроенному слишком дерзким и экспериментальным, но орган ведь – это инструмент, который возник в эпоху, когда еще не было христианства и церкви. Инструмент, на котором можно играть как старинную церковную музыку, так и музыку всех направлений. Есть современная подсветка, современный фасад. Он не выглядит как какой-то мрачный… Да, как классический такой инструмент мрачный. Это инструмент, который включился в культуру, и сегодня он живет своей собственной академической и современной жизнью в том числе. Я в одном из постов прочитала о вашем совместном проекте с Никитой Кабзарю. Волынка, орган – как родилась идея такой творческой реализации? Вообще надо сказать, что мы всегда открыты к экспериментам, и у нас очень много разных ансамблистов выступают вместе с органом. Это и классические инструменты, и такие редкие, как волынка. И даже волынчиков у нас несколько. Михаил Педручный постоянно выступает с нами в качестве волынчика. А Никита Кабзарь помогает мне вот в таких сумасшедших проектах уличных коррельонных концертов. И, кстати, вот эта запись, которая у меня попала в Инстаграм совсем недавно, это редкий пример того, что мы впервые попробовали на органе сделать. Обычно мы с Никитой играли на коррельоне и делали концертные программы на улице под названием «Средневековая сказка. Орган и волынка». Как красиво звучит. А вот сейчас получился такой проект. Мы ту пьесу, которую готовили к коррельонному концерту, сделали в органной версии. И вот она опубликована у меня в ленте Инстаграм. Долго вы репетировали? В основном все это делается импровизационно. Нот не существует. Никита играет по слуху. Я подхватываю его мелодию, перекладываю для органа, добавляю гармонию, и уже получается готовый проект буквально в течение нескольких часов. Это не так сложно, но это очень захватывающе и очень творчески. Здорово. Но я зачитала сегодня вашим Инстаграмом, на самом деле, еще один пост. Мне понравился. Я, может быть, где-то пропустила вообще эту публикацию. Вы участвовали в потрясающем проекте «Удивительные люди» на федеральном канале. Расскажите об этом. Да, этот проект тоже родился, знаете, в результате того, что у нас в России есть единственный коррельон, который может перемещаться. Это коррельон Белгородской государственной филармонии. Его часто приглашают на какие-то мероприятия, но вот впервые нами заинтересовался «Федеральный канал России-1» и шоу «Удивительные люди», где мне предстояло выступить в качестве эксперта по коррельону и помочь участнице, главной героине проекта, моей коллеге Олесе Ростовской. Ее белгородская публика хорошо знает. Она к нам приезжает на коррельон-фестивали каждое лето. И вот так мне поступило еще зимой предложение приехать с коррельоном. Это было сложно, потому что 4 тонны колокольной бронзы нужно везти, как-то разбирать, сгружать с кузова коррельон мобиля. Все это состоялось удачно, надо сказать. И в павильоне номер один мы разбили коррельон на несколько модулей, красиво их установили, подсветили, подзвучили, ну и записали этот проект. Вы готовы? Я готов. Прошу вас. Удивительно, да? Красиво. Тимур, спасибо вам огромное. Спасибо. Участники проекта и жюри настолько впечатлились, что этот сюжет вышел первым номером сразу же после записи всего блока проекта. Сразу, да? То есть такое впечатление во всей стране. Но вас, а вас знают не только в нашей стране, да? Вы часто за рубеж выезжаете, тоже приглашают? С концертами или в конкурсах? Да, здесь как раз. В моих зарубежных гастролях и поездках мне помогает Facebook, потому что вся аудитория европейских органистов находится именно там. И я совсем не преувеличу, если скажу, что буквально 50% всех моих европейских поездок, они родились именно через приглашение в мессенджере Facebook. И органисты напрямую видят мои записи, опубликованные в ленте, и хотят увидеть меня в своих концертных программах или фестивалях. Буквально самая последняя поездка состоялась таким образом в Чехию, в Прагу. И мне посчастливилось выступить в кафедральном соборе города Аламоутс на одном из крупнейших органов Чехии. И эта поездка состоялась даже несмотря на ограничения по коронавирусу. Я очень счастлив, что это произошло. А вот ваше фото, где вы в полетном настроении от Дунаем. Расскажите про эту поездку. Да, это как раз было связано с поездкой в Чехию. Чтобы туда добраться, мне пришлось сделать очень сложный маршрут. Это Москва, Стамбул, Австрия, Вена и только затем Чехия. Иначе из-за коронавируса было не выехать. Поэтому мне посчастливилось попасть в Вену. Я там не планировал быть. И вот в Вене-то я попал уже на Дунай. Целых два дня я провел в Вене под конец своей поездки. Посмотрел Венскую оперу, посмотрел Шон Брун, знаменитые парки Бергхоф. И погулял по австрийской столице. На Дунае, конечно, вот эта фотография сделана в хорошем настроении от того, что все состоялось. Все получилось, да? Сложный маршрут он был, состоялся. А какие еще запоминающиеся поездки? Ой, вся Европа, это, конечно, прекрасно. Но из европейских стран я выделил бы такие страны, как Голландия, Амстердам. Это одна из самых любимых стран и один из самых любимых городов. Потому что там сочетаются и коррельонная, и органные клавесины культуры воедино. В каких-то городах вы можете не встретить эти коррельоны, да, Европы. А вот в Голландии есть все, на мой взгляд. Но теперь у меня это место первое поделилось с Чехией. Потому что Прага впечатлила меня не меньше, чем Амстердам. Когда смотришь ваш инстаграм, вдохновляешься энергией, позитивом. А вы сами где черпаете этот ресурс? Для меня самые главные источники впечатления, вдохновения, это, конечно же, искусство, творчество в самых его разных проявлениях. Это литература, это просмотр фильмов. Я вот ни одного фильма не пропускаю в кинотеатрах, всегда по вечерам смотрю. Затем это путешествия, причем самые разные, не только по Европе, где все прекрасно, мы знаем и красиво, но и по самым таким потаенным уголкам нашей страны. Например, из-за коронавируса, и я бы даже сказал, благодаря ему, как бы странно это ни звучало, в этом году весной я посетил свою родину, Ижевск, и не только Ижевск, а такие города Удмуртии, которые я бы, наверное, просто так не попал. Это Сарапул и Воткинск. Остался под огромным впечатлением. Снял несколько видеороликов, они у меня тоже есть в Инстаграме. Побывал на родине Петра Ильича Чайковского, поиграл на рояле, на котором играл Чайковский, в его доме-музее. То есть вот путешествие – это главный источник вдохновения. А по Белгородской области есть любимые места? Есть. По Белгородской области мы в основном, конечно, ездим с Карельоном, но я всегда под впечатлением от того, как этот маршрут проходит по хорошим дорогам, по красивым просто местам, которые не оставляют равнодушным. Это настолько приятно. Я чувствую себя немножечко в Швейцарии или в Европе, когда путешествую с Карельоном или чувствую бременским музыкантом. Да, точно. Здорово. У вас много публикаций, много подписчиков в Инстаграме. Вас читают и даже я видела много комментариев. А вы комментируете чужие посты? Здесь, скажу честно, я не успеваю порой следить за всеми из тех, на кого я подписан, потому что я просто иногда не успеваю поспать. Так что прошу прощения, если я не всегда успеваю отреагировать на чужие публикации. Но иногда, бывает, пролистывая ленту, я откликаюсь на какие-то музыкальные проекты, на творческие события. И чаще всего обычно я просматриваю, конечно, истории, чем ленту. Сегодня большая активность переходит в сториз в Инстаграме. И там самая актуальная информация с злободневностью секунды. Самый любимый ваш пост, который набрал наибольшее количество и лайков, и комментариев. Есть такой? По количеству лайков, недавно обратил внимание, именно пост из Праги, с Соборной площади города Прага, набрал более 500 лайков. Это, конечно, смешно с точки зрения блогерства. Но я не говорю, что я блогер. Я просто живу своей жизнью, занимаюсь любимой работой и делюсь этим в интернете. Поэтому я всегда рад любой активности в интернете, даже если она не такая, как у известных блогеров. И самые любимые посты, это связанные, конечно, с моим хобби, это катание на роликовых коньках. Я хотела только задать вам вопрос, вы меня опередили. Да, хобби, помимо музыки, вы любите кататься очень много. Да, на роликах и на велосипеде. Вот для меня это самые дорогие посты, потому что они, наконец, уже не связаны с музыкой. Нельзя же все время только об этом. А то люди подумают, что вот я в пиджаке, вот я на сцене, что все только так скучно в моей жизни. Нет, я очень люблю простой отдых. Не связанный ни с каким таким фешенебельным стилем. Мне нравится со своей собакой куда-нибудь в болото окунуться. Бывает, иногда Вольт прыгнет, мой пес, и не может выбраться, запутаться в камышах. Я лезу за ним в болото. Такое было здесь на везелке, на смех всей публики, которая сидела на бережку и наблюдала за этим. Это точно кто-то вас снимал уже на свой инстаграм. Я надеюсь, что это никуда не попадет, потому что пришлось. Лесечка мыши. В вашем аккаунте, в вашем блоге много интересной информации. Действительно, можно и о путешествиях почитать, о ваших, о работе, о творчестве, о музыке. Но есть еще одна тема, как раз вы ее затронули уже в разговоре. Это Вольт. Давайте поговорим о нем. Он частый герой ваших постов? Да, вообще я выбрал три линии в инстаграме и в интернете, как это считается правильным. Это мое творчество, это профессия. Это мое хобби, это роликовые коньки, велосипед или путешествия. И это мои животные домашние. Вот такие три линии основные в моем инстаграме и фейсбуке. И у меня было два животных. Сейчас, к сожалению, одного уже не стало, котенка. А пес Вольт со мной вот уже 4 года. И он разделяет со мной и мое одиночество, и мои радости, и мои путешествия, что самое интересное. Даже берете с собой, да? Очень часто по России, если еду поездами, мы с моим псом прекрасно уживаемся. И он отличный, заядлый путешественник с детства. Мы с ним многие города посетили. Даже на гастроли я его с собой брал однажды. Есть ролик даже в инстаграме. Если чуть пролистать, ролик в казанские гастроли в соборе святой Екатерины. И там можно увидеть, как я играю концерт, а на заднем плане бегает Вольт по хорам мимо органа. Какой подход! Это мне очень... Пошли навстречу пасторы этой церкви. Разрешили. Я говорю, извините, у меня гастроли идут дальше. Я еду домой на родину, и я не могу без собаки быть. Можно я с собой возьму? Он прилично себя ведет. Он ведет себя очень прилично и тихо. И как слышит орган, всегда засыпает. Это вот у него такая реакция. Он не подвывает, как некоторые собаки на музыку. Он понимает, что если орган, это значит, меня не оторвать больше ни на час, ни на два. Можно спокойно расслабляться. Никакой активности уже у него не будет. Да, здорово. У вас один общий инстаграм на двоих, или у него есть еще и свой? Рекомендуют уже завести на него, но я не хочу его отделять от себя. Потому что он часть моей жизни, и он мне как брат. Теперь мы с ним уже вместе в одной кровати спим, я уже не могу. Он меня греет, прохладно осенью. А любит фотографироваться или нет? Очень любит делать все, что я его прошу. Что бы я ни просил, это самое ценное. Да, отлично. Я знаю, что вы берете с собой вольта на роликах или на велосипеде, и отправляетесь по городу кататься. Это способ вашего восстановления? У вас такая активная, динамичная жизнь? Или как вы еще восстанавливаетесь? Да, для меня лучший отдых – это смена обстановки и смены просто деятельности. Лежать я не могу на одном месте. Поэтому бывает, что, представьте, после ночной репетиции, в час ночи я прихожу, и еще надеваю ролики, и еду с вольтом на площадь. На удивление полиции, которая там ходит, контролирует. Это, конечно, очень забавно выходит. Но с вольтом меня можно очень часто увидеть в парке Победы. И особенно на центральной площади, после того, как там уложили ровнейшую плитку, там можно гонять спокойно. Я тогда снимаю вольт из поводка, и он под такие одобрительные взгляды бегает за мной, лает, охотится за мной. Я от него убегаю, я за ним бегаю. В общем, очень весело. В общем, у вас очень здорово. Ваш компаньон в таких развлечениях и в отдыхе. Давайте про музыку еще хотела спросить у вас. Как вообще, кто привил вам любовь к музыке? С чего вообще все началось? Все начинается в основном с семьи. Все самое хорошее. Вообще в нашей жизни бывает вот так, идет оттуда и от своих родителей. И они привили мне интерес к музыке, но не сразу. Сначала я хотел даже бросить музыкальную школу. Мне не нравилось сидеть, заниматься по 6-8 часов в день. Мне хотелось в футбол, может быть, играть, может быть, погулять. Ну вот, мама сказала, нет, сиди, репетируй. И сейчас я очень благодарен, хотя тогда злился. И сейчас благодаря этому я наработал тот багаж, который мне позволяет все упущенное тогда, сейчас с лихвой восполнить. Вот смотрите, как у меня вышло. Я 19 лет провел в обучении, если все сложить. Кое-что я делал смежно, чтобы все это влезло в 19 лет, а то иначе бы я еще должен был учиться. И вот так вышло, что после этого только я и начал жить. С точки зрения простого человека. Я завел собаку, мечтал всю жизнь. Велосипед, ролики, начал путешествовать. Завел первую страницу в Фейсбуке, только когда в Белгороде начал работать. В ВКонтакте тоже до этого мне было... Я сидел, только занимался. Как вы думаете, социальные сети способствуют продвижению личного бренда? Я сейчас скажу на этот вопрос такой необычный ответ. Многие поют хвалебные дифферамбы социальным сетям. И это вполне заслуженно и оправданно. Но вот у меня есть такая важная вещь. Нельзя отделять социальные сети от жизни. Нельзя углубляться только в них. Нельзя говорить о них как о чем-то отдельном. Я считаю, что лучшие социальные сети, лучшие блогеры, лучшие просто личности, индивидуальности – это те, кому удается это совмещать. И следует с этим всем неразрывно. Потому что представьте, как только бы моя социальная сеть стала местом, где я бы охотился за лайками или просмотрами, как только я бы всю жизнь свою проживал только ради того, чтобы красиво сфотографироваться или сделать привлекательное видео, так сразу бы обесценилось все то, что я делаю. Конечно, это может быть слегка такой консервативный, академичный взгляд. Но я считаю, что моя жизнь, она может служить примером тому, как Инстаграм, Фейсбук, Контакт могут не мешая помогать. И не отвлекать сильно от работы, а стать ее частью. Когда часть аудитории из Инстаграма и Контакта приходит к нам в зал, а из зала взрослые люди, которые никогда бы, может, не обратились к Инстаграму, Контакту или Твиттеру, который я тоже, кстати, завел, вот ТикТок, например, тоже приглашаю. Но даже уже самые новые. Они переходят туда. И это взаимопроникновение разных возрастов, культур. Вот что самое ценное в этом во всем. Поэтому, конечно, это помогает, но если правильно использовать. Это да. Тимур, спасибо вам большое за такое интересное интервью. Вы поделились и своим творчеством, и жизнью. Музыка очень душевный у нас разговор получился. Мы желаем вам творческого вдохновения, успехов, процветания. Будем следить за вами в социальных сетях и ставить много лайков. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.